Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы начнем сейчас разговор о книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии, как и некоторые другие библейские тексты, состоит из двух совершенно разных частей, написанных разными людьми в разное время. Так же, как, скажем, книга пророка Исаии, несколько раньше Захарии, так же, как книга Даниила, несколько позже книги Захарии, так и этот текст был, вероятно, в процессе редактуры соединен с текстом неизвестного нам пророка, однако вот различия прямо бросаются в глаза. Это видно и в языке, в системе понятий, в исторических обстоятельствах. Пророк между восьмой и девятой главами, вот проходит эта граница. Пророк, который называет себя, он говорит о том, что его имя Захария, и он был знатным человеком. Пророк, который составил, вернее, видение которого составили первую половину книги, начал свое пророческое служение где-то приблизительно в 520 году до Рождества Христова, то есть вскоре после возвращения первых караванов иудеев из Вавилонского плена. И вот по способу мысли, по способу того, как слово пророка формируется, мы видим, что первый Захария человек значительно, заметно не похожий на многих других. И такие видения, которые дает ему Господь, вот он описывает, и в этих видениях, знаете, и интонации, и образы, и детали во многом напоминают апокалиптическую литературу, у истоков которой тоже первая Захария и стояла. Мы увидим, скажем, образы, пересекающиеся с апокалипсисом, Иоанна Богослова с другими текстами межзаветной эпохи. Вот это какие-то такие картины, которые Бог показывает пророку для того, чтобы пророк мог нечто в контексте этих образов сообщить своим современникам. В первой главе книги Захарии мы, в сущности, видим два несколько отдельных видения, или, может быть, три, в зависимости от того, как рассматривать последние стихи. Первая часть, это первые шесть стихов, содержит, во-первых, представление Захария, он говорит о себе и называет два поколения своих предков, что явно означает, что он был человеком знатным. И вот пророк свидетельствует о том, что ему было слово Господнее. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. «Пойди и скажи им», – так говорит Господь. Как и другие пророки, вот Захария призван прийти к своим современникам, к своему народу и сказать им нечто от Господа. Обычно при составлении записей пророческих проповедей, обычно наиболее броские, яркие, существенные такие фрагменты или мысли, о которых пророк свидетельствует, обычно выносят на первые страницы. Весьма вероятно, что боговдохновенный редактор нечто подобное сделал и с проповедью Захарии. Вот Захария должен обратиться к своим современникам со словами от Бога «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». С одной стороны, ну, вроде бы, можно считать банальностью, само собой разумеющимися вещами, то, о чем говорит Бог. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Ну, призыв к обращению встречается часто в самых разных контекстах, и в Евангелии, и в пророческой литературе, и где угодно. Обратитесь, вот Бог говорит об этом очень часто. Тем не менее, то, как это звучит у пророка Захарии, имеет свои важные нюансы и следствия. Во-первых, Господь уточняет и говорит, «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки». Стало быть, есть от чего обращаться. Господь говорит о том, что в прежних поколениях, тех, которые были в плену, тех, которые пошли в плен, те, которые виноваты в том, что плен стал реальностью, вот в этих поколениях Бог говорил и говорил и говорил, обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших. Значит, вот от чего, собственно, нужно обратиться. От злых дел, от злых путей. «И они, ваши предки, не слушались и не внимали, мне говорит Господь». И что, и где они? И они исчезли, и их нет, и ничего от них не осталось. Это слова, которые обращены к людям, вернувшимся из плена. На самом деле, еще продолжается возвращение караван за караваном. К тем самым людям, чьи отцы, буквально предыдущее поколение, в этом самом плену были и там и в плену и умерли. «Вот где они? Да и пророки, они же не будут жить вечно, говорит Бог. Но вот мои слова и мои определения, которые я заповедовал рабам своим, вот они будут вечными, они исполнятся. Обратитесь ко мне от злых дел ваших, и тогда я обращусь к вам. Тогда Бог будет смотреть на израильтян, на народ Божий по-другому. Вот эта вот бесполезная, пустая суета предыдущих поколений сменится чем-то другим. Теперь еще Господь говорит о том, что вот слова мои, которые я говорил вашим отцам, они их и постигли, они стали причиной того, что, собственно, произошло с народом Божьим. Как и другие пророки этой эпохи, Захария пытается осмыслить те 70 лет плена и то, что предшествовало этому плену, и найти какие-то понимания того, что произошло, почему это произошло. Ясное дело, чтобы дальше так не повторялось, чтобы дальше не наступать снова и снова на те же грабли. Ну, вообще говоря, это, конечно, актуальная очень задача, потому что когда с людьми происходят исторические катастрофы и наступают какие-нибудь 70-летние времена пленения, что иудеев, что, в общем-то, и у нас тоже. Ну, это задача, это нравственная ответственность, попытаться понять, в чем дело, что с нами не так. Не «почему же Бог такой вредный, что устраивает нам такие неприятности?» Нет, это обязанность наша задуматься о том, что с нами не так, где мы не обратились, где мы не захотели услышать Бога. Вот это тема первых нескольких стихов. Дальше, с 7 по 17, в общем, стих, пророк рассказывает о другом видении, бывшем в другое время, тоже в «Одне царя Дарьи», царя Дарья. И, собственно, знаете, сюжет, который пророк предлагает нам прочитать, увидеть, услышать, он в каком-то смысле удивителен. Он, пророк, рассказывает о том, что Господь призвал к себе некоего вестника, муж на рыжем коне, позади него кони рыжие, пеги и белые, вот, между миртами в каких-то нишах. Вот некий вестник Господень, что это за муж, почему там конь рыжий, а другие за ним пеги и так далее. Ничего этого не объясняется, вот такая вот грандиозная картина. И Бог говорит ему, слушай, ну что там происходит, посмотри, как там народы на всей земле. Ну, прям вот так вот. И Господь его отправляет обойти землю этого вестника и еще с ним иных. Вот, ангел Господень здесь присутствует, как скорее тот, кто поддерживает и показывает Захарии эту картину. Вот, обойди землю. Они обошли и говорят, вся земля населена и спокойна. У всех все хорошо. Ну, как бы, да, должен Господь принять отчет, что везде все хорошо, утвердить, одобрить. Замечательно. Но ангел Господень говорит ему, Богу, ну, а над Иерусалимом ты когда умилосердишься? И над городами Иуды. И Господь изрекает этому ангелу слова благие и утешительные. Стало быть, то есть на самом деле получается, что ангелам, вестникам велено проверить, как живут все народы. Все народы живут спокойно, один Израиль, один лишь народ Божий, одни лишь пленные жители Иерусалима живут в уничижении. Именно они, собственно, и самые, как бы, получается, обездоленные в результате плена, плена справедливого, плена неизбежного, как о том говорилось в предыдущем фрагменте. Вот только народ Божий живет в страдании, живет в скорбе. И тогда Господь говорит, провозгласи, провозгласи слова благие и утешительные. Скажи, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великой. Стало быть, Господь вот возмутился и принял решение об избавлении Иерусалима, возревновал ревностью великой. Дальше подробнее говорится. Господь говорит великим негодованием, негодую я на народы, живущие в покое. Когда приключился плен, когда Навуходоносор увел израильтян в Вавилон и разрушил Иерусалим и храм, другие народы, по крайней мере некоторые, те же собственно вавилоняне, жили в покое. И они стали для народа Божьего источником ужасного громадного зла, угнетения. Там, может быть, оправдывали себя тем, что они там исполняют функцию карающей десницы Божьей и говорили, что вот израильтяне оскорбили своего Бога, вот мы им сейчас покажем, все это так, но Бог негодует. Вы живете спокойно, а вот люди, которым вы должны были оказать милосердие, вот они страдают. И вместо этого вы являетесь для них источником зла, угнетения, унижения, а вовсе милосердия. Кстати, примерно в это же время, ну, может быть, там, десятил, скажем, годами раньше, или чуть больше, Исаио Вавилонский ту же самую мысль предъявляет Вавилониным, говоря, что, а вот почему вы не оказали милосердия народу Божьему, какое милосердие, мы его завоевали, мы его тут сейчас в Бароний Рог будем там освобождать от их каких-то неприятных пороков, неважно, понимаете, в наше время обычно какие-нибудь тоже термины придумывают, а Бог говорит, они попали к вам в плен, и для вас это была ваша моральная обязанность, оказать им милосердие, а не утяжелять зло. И здесь тоже Бог говорит великим негодованием, негодую на народы, живущие в покое, когда я мало прогневался, они усилили зло. Оказывается, гнев Божий на Израиля не был похож на гнев человеческий, он не был таким фатальным решением о том, что вот пусть они все погибнут, исчезнут с лица земли, всех их надо жечь, топить, там, не знаю, заморить холодом, голодом и так далее. Как думают люди в праведном своем гневе, думая, что они, видите ли, служат правде Божьей, хотя никакой правде, кроме сатанинской зло бы они не служат. А Бог говорит, я немного прогневался, я хотел их встряхнуть, чтобы они вообще вспомнили обо мне, а вы, соседние народы, вы усилили зло, усилили зло, вместо того, чтобы быть поддержкой для тех, на кого Бог прогневался, защитой, источником милосердия, помощи, сострадания, вместо этого вы, соседние народы, сделали только хуже. Однажды Господь Иисус говорит своим ученикам, будут дни, когда убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Вот эти окрестные народы, нещадно каравшие и уничтожавшие народ Божий, они тоже думали, что все правильно, так надо, и что вообще они там прям сейчас их канонизируют, если догонят. А на самом деле оказались вот в этой всей коллизии грешного Израиля, гневающегося Бога и окружающих народов, эти народы оказались прислужниками сатаны, а не Бога. И это вообще чрезвычайно поучительная вещь, о которой необходимо думать каждый раз в любых исторических обстоятельствах. Да. Так вот, Иерусалиму Господь говорит, обращаюсь к нему с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь, будет построен дом Божий. В контексте это может означать несколько разных вещей, разные акценты. Во-первых, дом Божий это место присутствия, о котором Бог говорит, что бы там не учудили эти окрестные народы, в Иерусалиме будет мой дом, будет место моего присутствия. Но кроме этого, понимаете, когда израильтяне, иудеи по преимуществу, вернулись из Вавилонского плена, они вернулись на развалины, на пепелище, там, где практически не осталось камня, на камне, все надо было строить, все надо было восстанавливать. Одни говорили, давайте мы сейчас будем жить под кустом в палатках, но распашем землю, получим урожай, ну, там какие-то у нас будут доходы, и дальше начнем выстраивать жизнь, используя эти доходы. Другие говорили, вокруг нас враждебные народы, все вот эти вот эдомитяне и прочее, которые только спят и видят, чтобы напасть на нас и разграбить то, что мы сумели принести из Вавилона, поэтому давайте мы будем сейчас строить стены, сначала построим стены Иерусалима, как потом в некоторых книгах будет рассказано, строили их с лопатой в одной руке и мечом в другой, потому что все время приходилось отбиваться от банд соседних народов, а третьи говорили, надо начинать не со стен, не с укреплений, и не с экономики, а надо восстановить дом Божий. Правда, его было не на что восстанавливать и непонятно, как защищать от вторжения враждебных соседей, тем не менее, вот такие взгляды, надо начать с Дома Божьего, в основном все-таки по-видимому преобладала позиция ну такой политической скорее элиты, верхушки Заравеля и его как это назвать хорошим словом не клики, а сотрудников, соратников, вот которые все-таки старались укрепиться и вот Господь возможно говорит, что будет построен дом Божий, это по-настоящему важно, у Захарии этот акцент не очень слышно, на самом деле слышно у других современных ему пророков очень сильно, но Господь говорит так пойди провозгласи еще наполнятся мои города добром вот разбогатить успеете разбогатить успеете сейчас нужно протянуть землемерную ветвь по Иерусалиму сейчас нужно приготовиться к тому чтобы отстроить Иерусалим и храм и стены и жилища И наконец в конце главы еще одно видение где Захария видит через посредство ангела некие четыре рога тоже конечно образ такой враждебности бойцового быка или бешеного вала образ который еще потом будет в апокалиптической литературе не раз востребован и вот это рога которые разбросали Иуду Израиля и Иерусалим что противопоставляется этим четырем рогам ну за этими рогами конечно стоят какие-то монстры с рогами естественно как положено в апокалиптическом тексте вот что противоположно и Захария видит четырех рабочих людей которые созидают которые строят вот и так говорит ангел как эти рога разбросали Иуду и уже никто не может головы поднять от угнетения этими рогатыми чудовищами там кстати любили каких-нибудь там местных богов рогатыми чудовищами изображать так что здесь тоже образ достаточно многоплановый так вот эти рабочие пришли сбить рога поднявшие поднявшиеся против земли Иуды вот это люди нацелены на созидание